Когда одна команда выигрывает у другой команды на таком уровне, в финале NBA, 4 матча, все с разницей в 15+, то тяжело говорить о какой-то незакономерности этого результата или какой-то сенсационности, или о том, что в Майами были какие-то шансы. Сан-Антонио выиграл, в принципе, заслуженно, выиграл с большим запасом, с запасом физическим, с запасом атлетическим, защитным, атакующим. Практически, если брать какие-то критерии баскетбольные, практически по всем критериям Сан-Антонио был на голову выше Майами. Наверное, гениальность Поповича, его решение посадить сплиттера, выпустить вместо него Диао. Выпустив Диао, Сан-Антонио начал играть по-другому, больше движения мяча. Они и так двигают мяч, но начали еще больше его двигать, по нескольку заслонов за атаку, и Майами не сразу, но поплыл. Даже учитывая проблемы Паркера со здоровьем, его больную лодыжку, и мы видим, что он практически не шел под щит, по крайней мере, в первых двух-трех матчах, даже, наверное, в четвертом тоже, он основном атаковал с дистанции, он основном дирижировал атакой, но сам в проход не лез. Даже учитывая наличие такого Паркера, не 100% готового, все равно Сан-Антонио был сильнее. Не шло у Паркера, выходил Дженобили, начинал буксовать Дженобили, выходил Милс. Постоянная ротация, постоянное давление приводило к тому, что Майами периодически не знал, куда ему бежать, кого держать. На периметре гайки Сан-Антонио после трех-четырех-пяти передач оставались одни и спокойно забивали открытые трехочковые броски. Наличие двух практически равноценных составов, наличие такого ДАО, наличие прогрессирующего с каждой игрой Леонарда, наличие большого трио, все эти факторы отдельно, по совокупности, принесли Сан-Антонио долгожданную пятую чашку под руководством Грега Поповича.